Крым наш Что, звучит грубо, неприятно, да? Зато я говорю правду А тебе только и брешут И ты веришь во все эти дурилки Типа того, что Крым наш, то есть твой Так вот знай С этого дня ты должен знать, что Там, где ты живешь А ты живешь, если в России То здесь твоего ничего нет Здесь только твои, это сопли под твоим носом Это чисто твое На это никто не претендует Что, ты мне не веришь? Ты думаешь, что я балабулю? Просто так языком треплю? Да сейчас я тебе докажу, как дважды два это все Слушай внимательно Че, те ресурсы, которые находятся якобы на твоей территории В кавычках, на твоей родине Это все не твое Запомни, это все не твое Что, ты можешь мне сейчас возразить и сказать, что это твое Вода, свет, газ, лес, уголь, никель, золото И вся эта прочая херня твоя? Вот, вот тебе, вот Если ты сам думать ни хера не умеешь Слушай меня Короче, я тебя сейчас разрулю Смотри, если ты сейчас мне не веришь и недопонимаешь, что я говорю Я тебе факты к носу к твоему подсуну сейчас Так вот, смотри, ты живешь в России на своей родине Так мало того, что это все не твое Знаешь, был такой фильм Это все мое, родное Как люблю, что там, там, типа я Это родина моя Это все бред Вот это реальный бред Потому что, кроме того, что это все Что присутствует якобы на твоей родине На твоей земле в России Мало того, что без твоего ведома, согласия и твоих знаний Потому что ты не знаешь ничего, что происходит Это без твоих, без твоего ведома и знаний Все это вывозят, хрен знает куда И все это якобы продают, распределяют Без твоего понимания, согласия Без твоего ведома, без твоего, мать твоего, разрешения Мало того, что все это делается без твоего участия и бабло каким-то образом получается помимо тебя, так вот тебе факты, слушай, так ты еще и плотишь за это, то есть за все твои ресурсы ты плотишь рекет, то есть с тебя берут дань, рекет, налоги, то есть за твою собственную мать твою воду на твоей гребаной родине, за тот цвет электричества ты плотишь дань, за газ твой личный, собственный, в кавычках, блин, на твоей родине, ты плотишь за это бабки, ты плотишь бабки за лифты, за всякие мусоры, за налоги на лошади, ты плотишь за солярку, сейчас уже больше, чем за бензин в России, да, то есть это тоже твое, нефть твоя, на твоей земле якобы добывается, но ты за нее платишь бабки, ты думаешь, а почему бы мне не платить, так все делают, так принято, так если ты считаешь, что так все делают, так принято, это просто значит, ты с этим согласился, просто тебя убедили в этом, тебя в этом убедили и заставили тебя поверить, что это норма, установили в твоей башке нормы, ладно, мы сейчас об этом не будем, я могу далеко зайти, и ты в итоге останешься в проигрыше, поэтому не рыпайся, слушай внимательно, слушай внимательно, если что, напиши под этим видео комментарий, пошли меня нахер, или вырази свое недовольство под этим видео в комментариях, я это все прочитаю, обязательно напиши комментарий, что ты думаешь по тому, что я тебя сейчас затираю, так вот, по поводу Крыма, вам всем затерли такую дурилку, что, мол, Крым ваш, то есть ваш, русский, русский, россиянский, блин, он ваш, но вы ни хера не знаете, не понимаете, что за игры там происходят, а это политика, это большая политика, что там происходит, кто за этим всем стоит, вы же не знаете, вам просто каждый день показывали в течение одного, или двух, а может трех лет, о том, что Крым стал россиянской, и теперь он ваш, принадлежит вашей территории, вашей родине, но на самом деле это большая политика, как я уже повторяюсь, и там играют очень большие люди, там делаются большие ставки, и за этим стоит глобальный предиктор, то есть миром правят ни в коем случае не отдельные страны, не отдельные президенты, а некие пацаны, назовем их так, за занавесом, они решают, что будет там-то, 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 они делают какие-то определенные свои прогнозы, выносят свои решения, вердикты, творят суды, насилие, войны, все делают одни пацаны, но рукой, допустим, Америки, или рукой, допустим, Аль-Каиды, или рукой, допустим, какой-то террористической, в кавычках, организации, которую также придумывают сами. Так вот, все эти мутки сделаны для того, чтобы тебя оболванить, одурачить и использовать в своих интересах, что и происходит вокруг и везде. И это было всегда, есть и это будет. Но тебе, лопуху, навешали такую лапшу, что Крым, мол, наш, российский, значит, все ништяк. Но ты не искал, где собака зарыта, ты не пытался как-то думать о том, что, может, все-таки это какая-то дурилка, обманка, кто-то за этим, может, стоит, и кому это выгодно, и что вообще может быть с Крымом, что там сделать могут. На самом деле, из Крыма делают второй Израиль. Израиль играет огромнейшую роль в мировой политике и в целом в мире людей, то есть вас. Израиль является идеологическим центром, если хотите, в мире. Есть мозговой центр, это Великобритания, есть военно-финансовая сила, это пресловутая Америка. Но ни Англия, ни Израиль и ни Америка не управляют миром. Они являются всего лишь некими фигурами на шахматной доске. Что является нашим миром? Наш мир – это шахматная доска. Есть пешки, короли, ферзя, есть определенные слоны, лошади и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому есть некая территория материки, ваша якобы в кавычках земля, якобы круглая, но она совсем не круглая. На этой земле распределены полностью страны, их разделили. Есть страны, разделенные на государства, в кавычках. Есть в этих государствах якобы правители. Эти правители называются президентами, эти правители называются президентами, и их якобы выбирает толпа, народ, то есть вы. Вы их якобы выбираете, ходите на выборы. На самом деле их вы не выбираете, это всего лишь иллюзия для толпы, для того, что вы являетесь свободными личностями и якобы живете в демократическом обществе. На самом деле вы никакой роли в выборах не принимаете и не играете, это всего лишь ваша иллюзия-дурилка. Но мы сейчас об этом не будем. Так вот, на этой шахматной доске, на этой территории земли, на плоскости, происходят всеразличные, так сказать, политические события. Это всеразличные войны, это всеразличные кризисы, это всеразличные режимы, да, режимы, допустим, такие как коммунизм, да, то есть все эти всеразличные религиозные новшества, нововведения, да и в целом вся эта мутка делается определенными людьми. Поэтому Крым это тоже некая определенная фигура, назвать ее можно фигурой на шахматной доске на вашей земле, на вашей территории, которой отведена определенная роль. Эта роль Крыму будет выглядеть следующим образом. Это будет Второй Израиль. Сейчас там будут строить дороги, будут возводить Крым. В целом не только Крым, но и вся Украина будет вторым Израилем, но большая часть это Крым, именно нижняя часть, если брать по карте, нижняя часть Украины. И много какие роли отведены тому или иному городу. И все за этим стоят определенные силы, которые все это и делают. Но по зомбоящику, через средства массовой информации, через свои СМИ, вам преподносятся совсем другие новости. В кавычках новости. Вы это все хаваете и в итоге верите во все это лоховство. Но на самом деле, друзья мои, люди добрые, все совершенно не так, как вам кажется. Совершенно не так. И мы еще в ближайшее время увидим изменения на территории Украины и в частности Крыма. Поэтому ваше отношение абсолютно там никакой роли не играет, потому что вам не то, что не до этого. Это не ваше. Все это не ваше, друзья мои. Совершенно не ваше. Чтобы вам жить на этой территории, на вашей собственной, в кавычках, родине, вам приходится день и ночь ишачить. Работать, 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 чтобы зарабатывать гроши, чтобы выживать. Мало того, что вам приходится работать, мало того, что за все ресурсы, которые якобы ваши, на вашей территории, на России, мимо вас распределяются, вам за это не платятся никакие деньги, так еще с вас сдирают дань, налоги, рейкет и все такое. То есть вы получили свои гроши на вашей работе, отработали целый день, целый месяц, да и в принципе всю свою жизнь. И с вас вычитают каждый месяц определенные налоги за все. За все, за все, за все. Поэтому забудьте о том, что есть какой-то Крым, что он принадлежит вам, то есть России. Все это иллюзия. Я еще раз повторяюсь, к сожалению, ваши только сопли под носом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok